Итак, всем привет! Сегодня речь пойдет про тепловизоры и ИК-маяки-фонари. Собственно, тепловизора на руках у меня нету, потому что безумно дорогая вещь. Нормальный тепловизор начинается от 100 тысяч, который можно применять для охоты и каких-то других тактических операций. Например, бытовые пожарные тепловизоры. Это все, наверное, не для наших задач. Итак, давайте рассмотрим, как работает тепловизор. Тепловизор видит тепло. Найду, покажу фотографию, где я в научном центре проверял тепловизоры, ставил руку, тепло остается на поверхности какое-то время. И, соответственно, прям на большом мониторе все это выдавало. Мечта охотников, которые говорят, что будут видеть тепловизором через лес, разобьется о следующую проблему. Вот, смотрите. За мной, вон там, находится осьминог. Давайте представим, что это лось. Он излучает тепло, стоит, дышит. Это у нас, допустим, опушка леса. То есть, вот деревца тут и ночь. Вот в таком формате вы его отчетливо видите сейчас своими глазами, да? Вот сейчас я зашел за деревья, и вы видите деревья, да? То есть, только руки-ноги торчат. И тепловизор будет видеть тоже только тепло деревьев. То есть, холодные стволы. Если вы выйдете как-нибудь вот так вот на него, да? То вы будете видеть немножечко этого лося, да? Немножечко, вот вы видите, синее вот тут вот. Это его тепло. То есть, оно на экране будет красным. Да, то есть, на опушке леса в темноте, если вы едете на машине, да, вы, конечно, что-то увидите. Но, если лось ушел еще на 3-4 дерева дальше, вот, и вы будете видеть вот эту картинку. То есть, вы будете видеть тепло деревьев. Снег вы тоже не будете видеть. То есть, вы будете видеть снег вот до гриба, вот тут вот. То есть, кто говорит, что вот, например, лось прошел, и видно следы его, как они теплые. То есть, это происходит из-за чего? То есть, вот поверхность у нас, она имеет температуру улицы, да? То есть, например, там минус 10 градусов. Стоит мне наступить, я поверхность пробиваю, и там образуется тепло. Ну, там разница температуры на какое-то время там другая. То есть, не то, что я свое тепло оставил там, а просто разница в снеге. Вот. Если поверхность вся холодная, то вы, скорее всего, будете видеть просто, ну, как будто, что здесь что-то взъехало. Потому что он все равно, как камера, передает картинку рельефа, да? То есть, там деревья, вы понимаете, что это деревья. Вот. То есть, по большому счету, то есть, если есть какой-то экран, например, стена, кусты, снежные бугры, здания, вы не будете ничего видеть. Вы даже не будете видеть через вот это стекло. То есть, вы будете видеть температуру этого стекла. Если человек подойдет очень близко или дотронется до стекла, да, это будет видно. Через здание он не видит, через стены он видит тепло поверхности или вот тепло воздуховода, когда он уходит. Такая же фигня абсолютно с машинами. То есть, вы смотрите на машины, вы думаете, капот будет светиться. Нет, не будет капот светиться. То есть, будут красным светом светиться места сильного нагрева. То есть, это, например, мосты вот на Ниве я смотрел. Они прям красные. Вот. Также вы сможете разглядеть тепло печей, да, то есть, из труб, которые выходят и понять, какой дом топится. Это костры, которые светятся, например, даже вот сгоревшие угли, они излучают тепло. Но это вы, в принципе, тепло, это инфракрасные волны и будет видно даже в прибор ночного видения. Теперь, что касается инфракрасных волн. Перед вами инфракрасный маяк, британский, военный, в котором стоит, ну, две батареечки. То есть, вот он на липучке. И это прям маленький-маленький фонарик такой получается. То есть, его они крепят на рюкзаки, куда-то еще, поворотом он включается, но вы ничего не видите. То есть, его, кстати, видно было бы, вот если сейчас, ну, там он работал, то в камере видно было бы. То есть, он просто светит, как маленькая тусклая лампочка. Далеко ее не видно, он не мерцает, ничего. То есть, внутри ничего особо нету, там просто стоит инфракрасная лампочка. Поэтому вместо этого маяка он очень бесполезный. То есть, чисто вот пометить на метров сто, чтобы у вас было видно группу там, или когда над вами что-то пролетает, видел ли вас. Вот, так он по большому счету абсолютно бесполезный. На стоимость этого маяка лучше взять инфракрасный фонарик. Он будет вам светить уже как фонарик. И вы в прибор ночного видения будете все видеть. Теперь, что касается и кам-фонариков. Вот перед вами обычный, пришел, я сделаю на него обзор, матричный фонарик. Вот тут вот обалденная здоровая матрица. Вот этот вот светит очень далеко, я уже проверил. Сейчас сделаю про него вот рассказ. Что мы делали? То есть, когда только появилось все это дело, у нас появились тактические фонари. И на них были насадки, такие черные, вот такие же стекла. Но матрица, она не выдает свет инфракрасный. То есть, если вы поставите темные ИК-стекла на нее, она не будет светить никак. Поэтому с ИК-стеклами забейте. То есть, где применяются ИК-стекла? Они ставятся на машинах, на фары. Да? Все вы знаете, в военном комплекте есть противотуманки и насадки на эти противотуманки в ИК-режиме. То есть, они кое-как слабовато, так херовато подсвечивают дорогу. По сути, в военном формате это чисто габариты видеть техники, которая идет впереди, чтобы в нее не врезаться. Есть ИК-маяки такие ставятся, как фонарики металлические на дороге, чтобы повороты отмечать в инфракрасном свете. Это мы все тоже использовали, когда учились водить машину и технику ночью, чтобы сохранять светомаскировку. То есть, ИК-стекла сюда не подходят. А вдобавок, даже если у вас будет галогеновый или какой-то тактический фонарь, то ИК-стекло даст вам свет метров на 10. То есть, наверное, вот тут вы полянку осветите, вот тут, может, до гуся добьете. Ну, это все прям очень такой тускловатый свет. И вот у меня я показывал обзор ИК-фонарь, который на Алиэкспресс брал. Многие говорят, что на ИК-фонаре видно красную лампочку, и типа ее видят звери. На засидке, на засидке, вот у меня друзья вернулись с охоты на кабана, официально все. То есть, они, говорят, сидели, караулили, они взяли у меня два ПНВ разных и вот этот фонарь. То есть, ничего кабан не видит. Даже он смотрит иногда на эту точку, но не убегает в панике. То есть, ребята, говорят, выцелили и прям выбрали нужного кабана, в лобешник ему дали. То есть, вот это вот ИК-точки, они не так страшны для кабанов. Кабаны не видят в ИК-формате. То есть, звери видят в черно-белом формате, да, это немножко им помогает хорошо адаптироваться там и видеть ночью. Но они не видят ИК-фонарь как прям как фонарь. То есть, они больше испугаются, если там что-то шуршит или там от вас пахнет чем-то там сигаретами. Вот тут они быстрее убегут. А на подсветку ИК, не зря, да, на фотоловушке охотничьей ставится там десятка два ИК. То есть, вот я вам сейчас покажу камеру. Вот, обратите внимание, она, у нее по периметру идут ИК-фонарики маленькие. И эта камера, она у нас вот освещает вот здесь вот до, практически до гриба вот здесь в хорошей, когда снег. Вот, она все здесь видит. И такой легкий красноватый свет этих фонарей присутствует. Соответственно, ну, я говорю, вот, зверь не боится и спокойно проходит, попадает на фотоловушки. Кстати, фотоловушки на Алиэкспресс тоже довольно недорогие. Не знаю, будет мне нужда. Сейчас вот, походу, опять я с егерями свяжусь. Буду ездить на охоту. Вот, потому что, к сожалению, вот этот парк мы покидаем, наш красавец. Вот, сегодня такое тоже типа прощальное видео делаю специально, снимаю все на память. Это у нас был для детей парк приключений. Десять лет мы его строили. Проводили здесь кучу сценариев, игр. Больше в Дзержинске ничего похожего не будет, к моему сожалению. Вот, здесь мы проводили и ночные игры, и лагеря. Вот, ну, вот, все приказано снести. Вот, поэтому, может, сейчас даже видео поменьше будем снимать разного интересного. Но тем будет не менее интересных полно. Каналом я не заброшу. Вот, на сегодня, как бы, большое вам спасибо за внимание. Вот, развивайтесь вместе с нами. Всем пока. Пока.